Друзья, я сегодня нахожусь в деревушке, которая называется Кампилья. Это вот такая маленькая церковь в ней находится, которая построена в 1363 году, где-то в это время. Вот совсем небольшая она, малюсенькая такая. И это первая деревушка, которая идет по дороге вверху гор Чинкуэтеры. Но она неизвестна, она маленькая, так что сегодня я вам покажу неизвестные деревни Чинкуэтеры. Для нас было очень большой неожиданностью, что здесь по дороге очень много машин припарковалось. Очень много здесь, даже внутри деревьев, людей. И это все люди с рюкзаками, так же, как и мы, которые пришли погулять. У нас сейчас оранжевая зона. Мы находимся в таком месте, что море видно с двух сторон. Вот с одной стороны, да, там видна Ласпетия город. И дальше, не только, по-моему. Весна пришла, все цветет. И церковь заиграла. Сама по себе деревушка, она небольшая. И как бы по ней туристы, как мы видим, не гуляют. Потому что все спускаются вниз к морю. Мы тоже сейчас будем спускаться. Птички поют, розы цветут. И с этой стороны уже видно другая часть моря. И будем спускаться именно отсюда. Дорожка достаточно удобная, вот такая вот каменная. Да? По которой спускаться. А вот видите, сегодня последнее воскресенье. У них оно называется Пальмовое. Перед Паской на следующие выходные у нас тоже будет красная зона. По всей Италии. Потому что на Паску сделали нам вот так. Оп! Поздороваться встал. Привет! И здесь вот такую мы встретили. Железную дорогу, которую мы раньше встречали в других горных поселках. Мы не знаем, как называется это сооружение. Но здесь такой вот, как вагончик. И сзади такие тележки. И они ездят по всем горам. Собирают, как я поняла, овощи, фрукты. Вот там вот оливки растут. Потому что так не наносишься. Уже не используют лошадей, ишаков. А вот такая мини-железная дорога, я не знаю, с одной шпалой, да? Если мы встретим, я вам потом сниму, как выглядит это. Спускаться, конечно, тут еще и спускаться нам. Вот все продолжается эта железная дорога вот туда. Очень удобно, конечно, придумали. Вот здесь растут виноград, да? Ну все, все здесь вообще классно. И вся эта дорога. И по ней потом возят. Красота. Вон как мы спускаемся. Половина дороги. А еще нам еще спускаться и спускаться. Сегодня у нас будет прогулка на целый день. Еще эту деревню называют закатная. Потому что, как говорят, здесь очень хороший закат. Солнце, который... Здесь очень большой конструктор. И не знаю, будем ли мы до вечера. Может, и будем. Если нет, то обязательно сюда еще вернемся. Посмотрим назад. Ой, мама! Такая интересная. Каза. Ох, домик. Каза-биба. Дом. Рабочий. Какой прекрасный свежий воздух. Грабельки стоят. Ой. Ни... Какой вирус тут не достанет. У меня получится видео. Дорога вниз называться, наверное, будет. Потому что не могу не снимать. Смотрите, какая красотища. Ой, это такое великолепие. А здесь какая страшная. Страшная. Дорожка. Смотрите, какая прелесть. О, без бордюрчиков. А красота какая-нибудь сумма. Ну да. И постоянно вот эта вот железная дорога с одной шпалой. Вот всю гору они проезжают, эти железные дороги. Очень хорошо, очень удобно. Ну, в прошлый раз, когда первый раз увидели, по горам ходили, даже итальянцы не знали. Ну, те, которые не работают на земле, они тоже были удивлены. Не все жили в горах. Ой, какая красота. И облагороженный такой не просто домик для работников, которые здесь работают. А такой вот с двориком. Вот там видно стол еще накрытый, но уже он есть как бы. Ой, какая красота. Обрезали деревья с оливками. Несколько лет они будут расти новые, и потом будут лучше, чем были. Ой, мамочки, есть места, где страшновато спускаться. Поглядите. Поглядите. Мы уже устали спускаться, видите, а потом еще подниматься. Но еще, что нам сказали, что 10 минут. Дорожка мне везде веселая. Красотенькая, красотенькая, красотенькая. Мы вот это грузится, наверное, завершением какой-то дома. Или просто следующий. Да, это был свой ждуник по пути. Очередной. 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 вот по таким сейчас мы ступенькам спускаемся узеньким и страшненьким мы единственные уже остались кто действительно спускается вниз потому что люди там приостановились уже на красивой площадке сама эта деревушка кампиль я она находится примерно 400 метров вверх и вот эти 400 метров вниз мы спускаемся по таким вот дорожкам естественно по ним же мы будем подниматься поэтому такое но туристы вообще не знают этих дорог потому что они удивительно уникальные и знают только вот местные жители мы случайно на карте нашли тоже по-русски даже нет название этой деревни в интернете может и есть я слишком много не искал но красота неописуемое море бирюзовое очень красивый вид даже не спускаюсь уже отсюда виден внизу есть люди человек так 5 которые уже загорают но это это что-то с чем мы почти пришли мы почти пришли мы сделали это здесь оказывается побольше сейчас за нами потом пришли человек 15 молодежи то есть такое путешествие спускаться вниз нелегко особенно последние вот эти ступеньки там булыжники вот у меня даже кружилась уже в конце голова и тряслись ноги но это стоит того действительно я не думаю что это был первый и последний раз это не последний раз приехать сюда спуститься как будем подниматься я не знаю поэтому не знаю туристы это место обычные туристы как бы конечно не тратят на это время они так на лодочке мимо проплывают эту дорогу туда дальше в чинку терры это первое место по моему ну да это стоит того завершение релакс для вас тоже а для меня так часиков на несколько на этом буду заканчивать друзья мои и я не думаю что я буду снимать как я добиралась вверх это наверное совсем другая история возможно я о ней расскажу в следующем видео желаю всем всего хорошего радости счастья прекрасных солнечных дней и хороших выходных с вами была я, Аша, Наташа хорошая Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok